И я просто хочу не отказать себе в удовольствии попросить вас зачитать список людей, выдающихся людей, кому вы аккомпанировали. Да, вы, может быть, даже кое-кого пропустите, я дополню. Ну, давайте начнем. Шульженко. Нет, до этого, Дима, вы молодой человек, вы даже не знаете такой фамилии, была такая певица, очень популярная тогда и в Москве, и вообще, и по радио она пела. Дебора Яковлевна Пантофельничецкая. О, Боже. Да, мне удалось ей аккомпанировать. Я аккомпанировал до этого еще Михаил Давыдовичу Александровичу. Да, был такой певица. Да. Значит, еще была у нас такая певица эстрадная, она уже была не молода, но очень хорошая актриса была, всегда бешеный успех. Ружена Сикора. И вот и ей тоже я аккомпанировал. Потом у меня был период, когда я работал с комиками там, с цирковыми, я писал музыку для цирка, да. Был, говорю, в 65-м году, значит, как-то так получилось, что 20-летие Победы, можете представить. И очень много было концертов таких вот, особенно тех артистов, которые сами с орденами, все. И Клавдия Ивановна в том числе. И она поругалась со своими концертмейстерами. Ашкеназия у нее был, по-моему, да? Ашкеназия был приходящий, а постоянный был... Мандрус. Мандрус. Борис Яковлевич Мандрус. И, значит, и Борис Яковлевич Мандрус, он, значит, вступление, синенький скромный платочек. И он закатывал глаза. В зале молодежь там все. Она говорит, Боря, ну быстрее, ну погромче. В общем, они ругались. Потом Клава по женской, как называется, психологии, она решила, пусть они вдвоем играют. Абсолютно разные люди. Это все равно, что... Ашкеназия и Мандрус. Да. В одну тележку спрячь, не можно больше? Коня и трепетную лань, да. И трепетную лань. Так вот, значит, Мандрус в самом случае был трепетной лань. Они как начали вдвоем играть. Давид Владимирович, значит, аккордами, тот мир. Значит, где-то не сошлись. Она вообще не поняла, где надо вступать. Переругались. И меня вызвал директор МОЗ концерт. Я уж не помню, кто там был в то время. И говорит, Ливон, надо выручать. Народную артистку. А ей только дали Народную СССР. Вообще такого не было никогда. Первая на эстраде. Утесов позже получил. Да-да, она первая на эстраде получила. Потому что пришел Брежнев только что. И он стал поднимать... Потому что Хрущев... Сейчас нигде это не прочитаешь. Хрущев военных, он обрезал у них пенсию. И он как-то немножко принизил роль. Вообще не стал говорить ни о победе, ничего. Занимался вообще другим делом. А Брежнев, так как он сам полковник, воевал, тоже неизвестно, где он воевал. Начальник политотдела 18-й армии. В общем, как говорят... Есть по-армянски такое выражение. Азохан Вейм. Как он воевал. Но любил оружие, кстати говоря. Охотничьи эти самые. Винтовки, да. Любил ездить сам за рулем. На скорости. Да. Даже анекдот был такой. Помнишь, что охранник все равно сидит рядом. И два милиционера говорят. Кто это проехал? Говорит, не знаю, наверное, важная шишка, потому что за рулем у него сам Брежнев. Клавдию Ивановну подымали. Он стал поднимать вот эти вот самые... Сделали тогда... 20-летие победы сделали на таком уровне. Там везде палатки строили, пели военные песни. И такой ренессанс недалекий. И тогда, значит, Утесов сказал гениальную фразу. Он говорит, даже жалко, что кончилась война. Столько хороших песен было. У него, кстати, у Леонитоси... Я у него работал год в оркестре. Он уже не особенно так руководил. Он уже и не дирижировал даже, да? Он не дирижировал. Нет, он пел. Он пел, выступал. Был определенный такой выверенный репертор. Ничего нового. А зачем? Да у него был и дирижер. Потом Володя Старич. Были аранжировщики. Все было сделано. Все было. И он приходил на репетицию, прерывал репетицию, брал стул и начинал рассказывать какие-то истории. И, значит, ну, обязательно репризные, чтобы люди смеяли. Люди смеяли. Один тромбонист, молодой парень, не помню, уже... Он говорит, Леонитоси, а репетировать-то будем? Он спрашивает дирижировал, кто этот молодой человек? Он говорит, не знаю, он у нас не работает. Больше.